всем огромный привет моим подписчикам тем людям кто видит меня в первый раз меня зовут мария рада представить вас на своем канале сегодня мои видео будет посвящена натуральному российскому бренду клеона заказ мне мой пришел вот в таком виде в такой картонной коробке забирала из пункта выдачи заказа сразу хотелось бы отметить сроки доставки так как я оформила свой заказ где-то в четверг или в пятницу вечером и уже во вторник вечером мне пришло уведомление на почту что мой заказ уже в пункте выдачи я могу его благополучно забрать что касается упаковки помимо вот упаковки в картонную такую коробку у меня внутри все мои продукты были завернуты в специальную пленку которая предотвращала повреждения от ударов что мне тоже очень-очень понравилось к упаковке нареканий нет то касается уже непосредственно продуктов в этот раз я решила протестировать именно бренд клеона мне он был более интересен также на сайте представлен натуральная марокканская косметика но вот в этот раз как-то у меня было настроение именно на клеона так как я слышала очень много положительных отзывов мне естественно хотелось тоже протестировать эту косметику начнем наверное с таких продуктов которые мне действительно очень-очень понравились прежде всего это молочко серия овсянка это молочко предназначено для сухой кожи тела она содержит календулу то есть телесник протеина овса призвано увлажнять и слегчать кожу здесь 200 миллилитров я практически уже использовала половину это очень-очень жидкое средство потрясающее молочко мне безумно нравится единственное что у него насыщенный запах травяной именно если вам не нравятся травяные такие натуральные запахи если вы больше любите всякие сладкие химические одушки то наверное это средство не понравится следующий аспект она потрясающе легко распределяется по коже потому что это действительно очень жидкое молочко очень легко она впитывается быстро достаточно для такого именно питающего молочка курит и именно очень жидкое молочко благодаря чему она быстро впитывается увлажняет кожу дарит мгновенный комфорт кожи очень мне нравится использовать это Это средство также после всевозможных эпиляций, после каких-то вот процедур, когда кожа раздраженная. Так как мгновенно сразу кожа успокаивается, увлажняется, и я сразу чувствую, что мне комфортно. Очень мне нравится это средство, мне нравится и его легкость одновременно, мне нравятся его именно увлажняющие, питающие свойства. Я думаю, что я это средство буду заказывать еще. Следующий продукт это скраб-маска со сливками и ламинарией, тоже серия Овсянка. Этот продукт достаточно популярный на YouTube, я видела много отзывов на эту скраб-маску. Это скраб-маска увлажняющая, она предназначена для сухой чувствительной кожи, она очищает, удерживает влагу, выравнивает цвет лица, отбеливает, смягчает, снимает раздражение, питает, насыщает микроэлементами и сужает поры. То есть такая достаточно маска, скажем так, многофункциональность. С одной стороны она и должна очищать кожу, с другой стороны она должна ее увлажнять, питать, также сужать поры. Сам формат маски для меня был необычен, так как, во-первых, стоит отметить, что она была упакована здесь вот фольгой специальной. То есть вы можете быть уверены, что никто до вас в эту баночку не лазил. Сам продукт в сухом виде и его нужно разводить кипятком. По текстуре уже готовый продукт действительно похож очень на овсяную кашу с какими-то травянистыми добавками. По запаху достаточно специфичный, больше пахнет все-таки не овсянкой, а какими-то водорослями. Собственно, наверное, ламинарией пахнет. Также, когда вы наносите, вот постоянно меня не покидало ощущение при нанесении, что вот эта вот маска, как овсяная каша, будет отваливаться от моего лица, пока я распределяла. Но ничего такого не случилось, она, в принципе, плотно достаточно держалась на лице, хотя есть действительно ощущение, что сейчас вот эти комки будут прям отпадать от лица. Следующий аспект. Выглядит, конечно, тоже все это на лице не очень приятно, поэтому я бы вам не советовала делать эту маску при мужьях, молодых людях и других людях, чью психику вы, конечно, хотите сохранить. Потому что выглядит все это очень-очень-очень неприятно на лице, скажем так, и шарма вам точно не добавят. Что сказать? Именно по прошествии 10 минут, когда я смыла, то есть как рекомендовано держать эту маску на лице, я все это смыла. И знаете, я была в шоке, потому что, с одной стороны, моя кожа была румяная, здоровая, чистая, очень увлажненная, очень напитанная. Такое чувство, что все стрессы, которые испытывала моя кожа в последнее время, все вот это вот накопившееся, оно просто ушло, и моя кожа настолько счастливая, увлажненная, напитанная и чистая, самое главное. Вот потрясающий просто эффект. Очень-очень крутая маска, и мне понравилось, что после ее использования мне не тянулась рука использовать увлажняющий крем. То есть она была настолько увлажненная уже после этой маски, что мне не хотелось чем-то перегружать на ночь свою кожу, и я так легла спать, и, в общем-то, ничего страшного со мной не случилось. Потрясающая маска, буду, конечно же, пользоваться, потому что, ну вот, фантастический эффект, и действительно, все, что заявляет производитель о том, что она будет очищать, о том, что она будет увлажнять, снимать раздражение, питать. Насчет сужения пор, конечно, я бы не сказала, просто я не страдаю расширенными какими-то ужасными порами, просто моя кожа стала вот такая вот, знаете, как персик матовый, красивый, такой здоровый, очень, она не блестела, то есть она не блестела вот таким вот, как некоторые продукты, особенно там крема, оставляют после себя жирный финиш. Нет, действительно, кожа выглядела очень красиво, она была сама по себе очень плотная, при этом она достаточно матовая была, то есть не было какого-то там жирного блеска, перепитанная она, просто вот кожа отдохнула, у нее действительно случилась какая-то спа-процедура, после которой ей было очень-очень круто. Поэтому маску я однозначно советую, однозначно присмотритесь, очень крутая вещь именно, вот я думаю, что на переходный такой период, когда сейчас меняются температуры, когда кожа испытывает стресс, когда мы сами испытываем стресс от того, что не хватает витаминов уже, я думаю, что вот идеальный вариант. Следующий продукт, от которого я тоже оказалась в восторге, это ванна солевая, изначально я заказывала молочную ванну, но ее сняли с производства, и мне уже в интернет-магазине при сборе моего заказа заменили ее на антистрессовую восстанавливающую. Я, в общем-то, сначала расстроилась, когда я об этом узнала, но потом в ходе тестирования уже продукта я в восторге просто от этой соли, я просто вот в восторге. Собственно, это не просто соль, это соль озера Баскунчак, это потрясающий натуральный продукт, который не содержит никаких ароматизаторов, никаких красителей. Меня поразило, что когда я использовала эту соль в ванной, в ванной именно вот вода сама, она стала какой-то более плотной, и она стала как молочная слегка, хотя вот, в общем-то, от обычной какой-то лавандовой или еще какой-то соли обычно она окрашивается в какой-то такой вот сиреневый цвет или что-то в этом роде. Здесь содержится только непосредственно вот эта соль, потом здесь содержится сода пищевая, миндальное масло, эфирное масло ромашки голубой, эфирное масло герани, эфирное масло лаванды, эфирное масло бергамота и витамин Е. Потрясающая просто соль, потому что после ванной это я уснула как младенец, кожа моя была просто вот мягкая, бархатистая, и действительно это как какая-то спа-процедура у меня была с этой солью, потому что просто вот реально я почувствовала эффект сразу, что мне стало лучше после этой соли, я действительно отдохнула, действительно почувствовала себя намного-намного лучше, поэтому советую пересмотреться к этой соли, потому что потрясающе работает и с кожей, и хорошо очень работает именно как успокаивающая такая релаксирующая вещь. Круто, мне очень понравилось. В связи с тем, что мне меняли соль с той, которую я хотела, на ту, которую я получила, антистрессовую, мне положили еще небольшой утешительный подарок, это натуральный твердый крем, питание, восстановление, тающая нежность. Я впервые сталкиваюсь с таким продуктом, потому что это действительно очень необычный продукт, в такой коробочке у меня лежала как маленькая массажная плитка с узором. Очень классно это все выглядит, вот узор просто потрясающий для меня, вот просто, ну мне было очень приятно это получить. Что касается непосредственно использования, я стараюсь использовать именно на вечер, но мне нравится, как продукт работает именно с такой вот усталой кожей и с очень сухой обезвоженной кожей, потому что я тут недавно приболела и естественно кожа реагирует тоже сразу на какие-то наши простудные заболевания, у меня сразу участки некоторые на коже становятся очень такие шершавые, сухие. Средство потрясающе работает именно как вот такое экстренное сос восстановления, потому что за одну ночь сразу убираются вот эти вот сухие раздраженные места, у вас становится гладкая, напитанная кожа и очень-очень круто. Но единственное, что если наносить на все лицо это средство, то мне кажется пока что на осень мне тяжеловато, я не готова использовать именно вот сейчас на все лицо. Мне больше нравится именно как сосредство, я думаю, что буду использовать и на тело, как именно такой экстренно восстанавливающий продукт. Если у нас позволит погода этой зимой, у нас будут морозы хотя бы минус 10, то возможно это средство станет моим любимчиком зимой, потому что нужно будет как-то восстанавливать кожу после мороза, как-то ее питать, увлажнять очень хорошо, а если нет, то буду ее использовать как такое экстренное средство как-то вот локально. Но в любом случае тоже такое средство мне понравилось, естественно, что не могу его использовать на все лицо, как и положено натуральному твердому крему. И последний продукт на сегодня, который мне, к сожалению, не понравился меньше всего, это скраб, скраб из серии Шоколадье для нормальной сухой кожи. Он также был упакован с помощью вот такой вот фольги. И пахнет просто потрясающе, пахнет очень вкусным шоколадом, просто потрясающий запах ванили из шоколада. Потрясающе он действует на кожу именно как увлажняющий продукт, благодаря содержанию масел здесь содержится, и оливковое масло здесь содержится, и масло какао очень-очень классно увлажняет именно кожу. И я бы, наверное, больше для меня это как какое-то обертывание, потому что скрабирующие частички здесь достаточно мелкие, потому что здесь в качестве скрабирующего элемента содержится сахар. Сахар коричневый тростниковый и сахар обычно рафинированный. Я не люблю сахарные скрабы, я больше люблю именно какие-то такие серьезные, солевые, очень-очень отшелушивающие скрабы. Этот продукт все-таки более лайтовый, если у вас очень сухая, раздраженная кожа, наверное, вам понравится больше вот этот именно продукт, за счет того, что он очень нежный. Я люблю более отшелушивающие скрабы, но мне понравилась очень увлажняющая именно, скажем так, вот эта составляющая. Я больше люблю не столько вот именно поскрабиться, хотя, в принципе, он неплохо отшелушивает кожу. Просто вот мне хочется чего-то большего, но мне нравится, как именно увлажняется кожа, как она питается, и после использования этого скраба, в общем-то, не нужно какое-то серьезное увлажняющее средство на кожу наносить. Но есть еще такой вот небольшой минус у этого продукта. Если вы используете его в своей ванной, если она у вас, не дай бог, белая, то у вас останутся следы, которые очень-очень тяжело смыть. То есть вот кто пользуется различными кофейными с натуральными скрабами, тот поймет, что тяжело отмывается и кофе, и какао, все это очень тяжело отмывается от белой ванны. Поэтому я бы советовала это средство использовать, возможно, где-то в бане, и еще где-то, где именно плитка, чтобы это средство не попадало вот на такой вот эмаль в ванной, чтобы не оставлялось следов. Итак, это все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылки я всегда вам оставляю в инфобоксе. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, пробовали ли вы косметику Клеона, что вы мне еще посоветуете протестировать. Возможно, вы пробовали те продукты, которые я вам сегодня показала, какое у вас о них мнение. Ссылку о том, где можно все это заказать, я также вам оставлю в инфобоксе ссылки на все продукты. И все, до скорой встречи в следующих видео. Спасибо, что вы смотрите. Меня всех вас люблю, целую и пока-пока.